1 2 3 раза ты добрый добрый час уважаемые участники группа компаниями друзья партнеры коллеги момент так 100 человек у нас я у нас с вами борису с 1 для начала я бы хотел проверить 3 проверить как у нас с вами связь дайте пожалуйста от 1 до 10 слышно ли видно 10 владимир былатов вижу отлично алексей бордовский все прекрасно дорогие коллеги у меня еще будет такой интересная тоже просьба так как это наше второе вещание на территории на русском языке совместное по цифровым двойникам могли бы вы написать с какого региона вы так как сейчас нас по московскому время 3008 часов вечера это владивосток и дальневосточный регион и так поехали пятигорск казахстан и иркутск белгород москва финляндия казахстан мордовия крым самара санкт-петербург тула химки барнаул ханты-майтийский вокруг митск беларусь курган германия эмиль привет юсэй италия тарас беларусь геленджик шикарно-шикарно эстония одежда григориева здравствуйте бобрусь к париж запись будет да хорошо тогда начинаем очень рад что у нас такая широкая широкая география и и так с вами борис союза я сегодняшний хост этой этой трансляции менеджер проекта цифровые двойники дата майнинг также выпускник мастер-профи и участник марафона 260 конечно же участник вип-клуба вот ну и тренер нашей любимой интеллектуально-финансового тренажера гений финансов сегодня у нас с вами уникальная возможность пообщаться на русском языке действительно уникально потому что вторую неделю мы с ребятами презентуем в нашем сообществе продукт цифровые двойники дата майнинг на разных языках и это наше такое второе выступление на русском языке для русскоязычной аудитории и так дорогие друзья сегодня у нас с вами в гостях наши партнеры и коллеги александр неймарк главный исполнительный директор компании digital doubles incorporated он также он директор по продукту компании futurology а и или futurology artificial intelligence так исполнительный директор компании tisdb децентрализованные базы данных с нами также сегодня я вижу и дмитрий радкович это человек вице-президент по развитию партнерской сети цифровых двойников также директор по развитию и продажа futurology artificial intelligence специалист по построению партнерских продаж и специалист в области блокчейн и криптовалют сегодня мы послушаем обоих наших спикеров вот ну презентация и в конце будем отвечать на ваши вопросы то что важно записывайте мотайте на ус это действительно эксклюзивный инструмент и так кто из ребят начнет наверно дмитрий до передаю слово борис меня как слышно что-то я не вижу себя на экране все спасибо друзья всем добрый добрый день в москве у нас добрый день всем остальным регионам странам доброго времени суток всех рады приветствовать на нашем сегодняшнем на нашей сегодняшней трансляции конференции по продукту который мы скоро стартуем то есть продажи этого продукта мы ближайшее время стартуем дату старта мы уже определили это 15 июля информация будет появляться последовательно соответственно в чатах нашего комьюнити то есть это нами нашу небольшой комьюнити который у нас есть так давайте поставьте пожалуйста в чат как меня видно слышно хороший ли звук и тогда начнем все окей так друзья прежде чем мы перейдем к непосредственно самому продукту цифровые двойники и основа соответственно и направлению который выходит из этого продукта это дата майнинг мы немножко с вами сейчас затронем тему продаж чтобы у вас сложилось понимание к чему ведет вообще продукт дата майнинг еще раз напомню что цифровые двойники это технология основе искусственного интеллекта то есть это такая такой базовый базовый фундамент и на основе технологии цифровые двойники будет запускать запускаться ряд продуктов и первый из этих продуктов это дата майнинг следующий продукт это будет цифровые двойники для физических лиц потом соответственно катимол это marketplace по разным направлениям бизнеса и продаж тоже с искусственным интеллектом ну и так далее то есть эти все продукты мы будем запускать последовательно вот сегодня наша задача с вами сосредоточиться на продукте дата майнинг и понять что это за продукт почему мы его запускаем именно первоначально какую пользу и полезность он принесет в принципе физическим лицам то есть людям эти люди они могут быть различного рода предприниматели это могут быть мини бизнес микробизнес самозанятые средний бизнес это могут быть люди которые участвуют в партнерских каких-то программах причем партнерские программы и проекты я имею в виду в широком понимании это не обязательно только млм индустрия это не обязательно сетевой маркетинг это могут различные агентские системы модели продаж, это могут быть вообще различные партнерские модели, многоуровневые, одноуровневые, трехуровневые. То есть дата майнинг для физических лиц полезен всем, потому что все люди, которые так или иначе занимаются предпринимательской деятельностью, вне зависимости, MLM – это бизнес, продуктовый – это бизнес, услуга ли это, микробизнес, хоум какой-то, домашний бизнес, домашнее производство чего-то, продуктов питания, услуг, фотограф, IT-технологии и так далее, он всем будет полезен. Так вот, почему именно первоначально мы заложили в дата майнинг понятие монетизации в двух направлениях. То есть есть пассивная модель монетизации и заработка на продукции дата майнинг, есть активная модель на заработке именно продукта дата майнинг. Вот для этого сейчас я вам коротко постараюсь объяснить, почему именно мы запускаем именно дата майнинг, именно в роли пассивного-активного дохода. Прежде всего, если мы с вами рассмотрим, какие бывают вообще стили продаж, то есть я не буду сейчас долгую лекцию читать, я вам просто напомню, потому что не сомневаюсь, что вы это прекрасно все уже знаете и проходили ряд тренингов. Это бывают активные продажи, агрессивные продажи, партнерские продажи, опторозничные продажи, B2B-продажи, агрессивные, SMM-маркетинг, рассылки различного формата, это бывают вебинары, это бывают конференции, это бывают тренинги, это все относится к инструментам продаж. Соответственно, для чего все эти инструменты применяются? Вот эти активные, агрессивные продажи, они применяются только, то есть вот эти вебинары, которые также различные компании проводят, это все делает насыщение рынка информацией о вашей компании, продукте, услуге и так далее. То есть это все делается для того, чтобы мы, то есть любой предприниматель оповестил рынок о своем продукте либо товаре. А для чего он делает вот это оповещение? За счет вебинаров, социальных сетей, за счет лендингов, сайтов, каких-то IT-инструментов, которые повышают конверсию захода на его сайт, которые используют таргетинговую рекламу, рекламу в Google, в Яндекс, вот эти все инструменты. Он это делает для того, чтобы наработать клиентскую базу, потому что если есть у тебя клиенты, у тебя есть бизнес, потому что только продажи приносят деньги, остальное все стоит деньги, как говорится. Так вот, все эти инструменты, они сосредоточены для того, чтобы наработать клиентскую базу. Так вот, если мы с вами рассмотрим, кстати, поставьте, пожалуйста, в чат, кто из вас является, помимо участия в различных инвестиционных проектах, помимо участия в каких-то партнерских компаниях, MLM, сетевых компаниях, просто является предпринимателем, чтобы я понимал, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Вот люди, которые занимаются так или иначе микробизнесом, самозанятостью, то есть какой-то формой деятельности, они все эти инструменты используют для того, чтобы наработать себе клиентскую базу. Вот клиентская база, если мы с вами рассмотрим не микробизнес и самозанятость, и малый бизнес, если мы с вами рассмотрим средний бизнес, то средний бизнес может себе позволить, потому что у него есть бюджет, то есть у него уже какая-то исторически клиентская база существует, у него есть бюджет, и он этот бюджет, который идет, ну, который прибыль идет от продажи услуг или продукта, он за счет него формирует коммерческую структуру. То есть это этап развития от среднего, то есть от малого и микробизнеса в средний бизнес, то есть Этап масштабирования. Так вот, средний бизнес уже может себе позволить нанять персонал, назначить ему какую-то зарплату, то есть окладную часть, там плюс процентные какие-то составляющие за конкретные продажи, либо KPI, как центр показателя эффективности, которую он использует при наборе клиентской базы. Они могут себе позволить создать коммерческую структуру. Что такое коммерческая структура? Это в какой-то форме отдел продаж. Пускай он непрофессиональный, пускай там функциональные обязанности у менеджеров не разделены, но какая-то коммерческая структура у него существует, которая генерит ему клиентскую базу. Каким образом генерится клиентская база? Всего существует две формы построения и нароста клиентской базы. Это активные продажи, то есть это активный поиск и привлечение клиентов за счет звонков, за счет вложения в рекламу, то есть это оповещение рынка, то есть это когда вы звоните напрямую, пытаетесь там назначить встречу, выслать коммерческое предложение, используете какие-то спамовые рассылки, поворонки, собираете себе клиентскую базу, то есть используете рекламу различную в соцсетях, чтобы привлечь внимание к вашей странице, либо там к вашему лендингу, либо сайту, то есть к вашей форме бизнеса. То есть это активная политика. А есть пассивная часть, когда пополнение клиентской базы у среднего бизнеса исторически складывается за счет работы уже его репутации на рынке. То есть это когда уже услуга хорошая, когда уже люди вас знают, когда обращают внимание на бренд, то есть они сами к вам обращаются. То есть формируется входящий поток за счет правильной работы. Либо создается в отделе продаж некое подразделение, которое занимается пассивным пополнением клиентской базы, то есть без продаж, так скажем. То есть они просто оповещают, то есть грубо говоря, я просто к примеру приведу, когда идет звонок, либо просто оповещение, либо через вебинары, через бесплатные какие-то конференции, тренинги, какие-то нетворк мероприятия. Когда просто люди собираются, говорят, ребят, мы просто с вами знакомимся, мы просто с вами дружим, вот мы занимаемся этим, мы вам ничего не продаем, не навязываем, просто имейте в виду, что мы такие есть. Так вот, если мы с вами посмотрим в широкой своей массе, в широкой, огромной своей массе, то, что практически все люди занимаются предпринимательской деятельностью. Так вот, выйти в средний, либо в крупный, либо в более крупный бизнес, в принципе, кто-то и не желает и не хочет даже этого, потому что его устраивает вполне, потому что сейчас новые информационные технологии в связи с развитием покрытия интернет, Wi-Fi и так далее, и так далее, и так далее. Лендинги, социальные сети, SMM-маркетинг, страницы Instagram, Messenger и так далее. Вот эти все инструменты позволяют любому человеку заниматься каким-то микробизнесом у себя дома в квартире, на участке, то есть можете рассматривать как угодно. То есть человек творчески уже начинает что-то производить, а вот посредством, как он их продает, свой товар или услугу, инструментариев сейчас предостаточно. То есть это вебинары, это лендинги, это воронки, это все сделано для того, чтобы насыщить клиентскую, то есть привлечь внимание аудитории и, соответственно, сформировать клиентскую базу, в которую потом будут идти продажи. Так вот, если мы рассматриваем в большой своей массе продукт Data Mining, он как раз выполняет первую стадию, первоначальную стадию, потому что вся вот эта агрессивная политика в продажах крупных корпораций, среднего бизнеса, когда вам тупо спамят, когда подключают каких-то ботов, которые вам просто сразу же выставляют оффер, вот эта штука уже не работает. То есть клиенты и люди в нормальном понимании, они так себя не ведут, потому что, естественно, там есть какая-то конверсия, когда идут агрессивные просив рынка, естественно, есть конверсия. Но тем самым процентов, наверное, 80 из оповещенных будущих, возможно, хороших даже клиентов, лояльных к этому клиенту, они, так скажем, отторгаются от такой вот агрессивной политики. И, возможно, в следующий раз просто не обратят внимания на ваш продукт или услугу. Так вот, у мелкого предпринимателя, у человека, который самый занятый, у которого небольшой хоум-бизнес, которому приносят там в районе, ну, примерно, скажем, от, ну, в российских рублях я имею в виду, ну, или там, давайте считать, доллар, от 2 тысяч долларов до 10 тысяч долларов в месяц, это нормально. То есть ему, в принципе, и больше не нужно, это вполне достаточно. Но как он будет работать с клиентами, как он будет наращивать себе клиентскую базу, если у него все основное время как раз занимает не поиск клиентов, потому что масштабироваться и нанять себе отдел продаж, либо нанять себе какого-то фрилансера, который будет заниматься SMM-раскруткой вашей страницы, вашего сайта. Это, опять же, вложение в рекламу. Вложение в рекламу тоже иногда проходит впустую. То есть, да, вот эти все риски нужно учитывать. Тогда, если человек будет заниматься только соцсетями, только рекламой, у него просто не останется времени на, там, если он будет вести свои страницы в Инстаграм, там, в социальных сетях, там, писать продающие тексты, писать какие-то посты делать, делать кучу фотосессий, записывать какие-то видео, видеоинформации, там, давать, видеоролики записывать. То есть, у него практически вот этот весь маркетинг в прямом понимании, у него отнимает основное время для творческого процесса, для развития его основного направления, то есть, его бизнес, его продукты, его услуги. То есть, он не думает уже, как сделать свой продукт лучше. Он думает, как насытить маркетингом, то есть, как оповестить рынок. То есть, предприниматель не может себе сочетать все эти роли. А нанять персонал, да, то есть, который будет этим заниматься, это некие финансовые затраты. Опять же, люди, которые в найме, они не всегда так относятся к работе, как собственник. Именно поэтому сейчас новые технологии, в том числе наш продукт, о котором, кстати, пишут и СМИ, в том числе, особенно первый продукт, который мы запускаем, дата майнинг, он как раз направлен именно на это, чтобы человек, не отвлекаясь от своего основного творческого процесса, то есть, работа над своим продуктом, товаром, услугой, чтобы этот продукт, дата майнинг, а дата майнинг, если перевести, это добыча данных, если мы берем внимание соцсети, все соцсети, когда человек подключает наш продукт в дата майнинг, то, в первую очередь, этот продукт, он не ведет агрессивную политику. Его задача – наработать вам во всех соцсетях клиентскую базу, подписную базу. Его задача, как в любом нормальном бизнесе, грубо говоря, подружиться, выстроить отношения, а уже потом, возможно, продавать в эту клиентскую базу. То есть, вот на данном этапе я свой спич заканчиваю, поскольку, я думаю, это вполне достаточно для того, чтобы раскрыть первоначально, что это за продукт, и передаю слово своему коллеге и партнеру по бизнесу, главному продуктологу нашей компании, в принципе, кто рождает в голове такие продукты, это, соответственно, Александру Неймонку. Саша, тебе слово. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Добрый день, коллеги. Рад вас всех видеть. И я очень рад, действительно. Спасибо, Борис. Мы очень много вещали на разных языках, а, получается, на русском толком мы и не разговаривали с аудиторией. Это наш родной язык, и мы на нем можем, конечно, гораздо больше рассказать и интересней. И я считаю, что Дмитрий еще много интересного рассказал про построение продаж. Действительно, все правильно. Мы, несмотря на то, что вся наша линейка продуктов, она рассчитана не только для сейлс-менеджеров или специалистов по развитию бизнеса, она в целом рассчитана на любых людей, потому что цифровой двойник – это некая технология, которая позволяет вас заменить в любой сфере вашей жизни, в зависимости от того, что вы хотите. Вот стучатся к вам в Инстаграм навязчивые поклонники, да, и вам надоело уже им отвечать. Никаких проблем. Настройте цифрового двойника, и он будет за вас отвечать. Или вы художник, и вы ищете, например, каких-нибудь, скажем, какие-нибудь галереи, которые разместят ваши картины. Ну, пусть это цифровой двойник ищет. То есть это не совсем продажи, это вот в целом организация жизни. Но, конечно, ключевое и главное – это продажи, поскольку продажи – это основа бизнеса. Любая компания – ключевое, в ней сейлс-менеджеры, и любой малый или средний бизнес – ключевое в нем – это, конечно, продажи. Вот, и в этом смысле я хочу немного рассказать, собственно, основные наши слайды. Я просто помню опыт прошлого раза, когда я рассказывал долго, а потом было еще больше вопросов, а времени у нас было мало. Поэтому, наверное, давайте сделаем следующее. Я очень быстро расскажу кратко о том, что мы делаем. Я больше чем уверен, что часть аудитории уже слышала этот мой рассказ. Какие-то нюансы, может быть, новые добавлю. И после чего переходим к сессии вопросов и ответов, поскольку наверняка их очень много у вас. И очень хотелось бы посвятить больше времени ответам на какие-то частные вопросы, учитывая, что их накопилось много. С другой стороны, я вот уже слышу, мы две недели общаемся с разными аудиториями, я слушаю одни и те же вопросы, я постараюсь их прямо в процессе моего рассказа осветить. Итак, значит, почему мы занимаемся именно социальными сетями? Ну, потому что нам нужно пространство для поиска клиентов. И мы видим, что даже до эпидемии вируса соцсети это очень большое и эффективное пространство для поиска клиентов. Понятно, что есть мессенджеры, но в мессенджерах аудитории некоторым образом неопределенные. Хотя, конечно, кое-какие технологии для поиска, мне недавно задавали вопрос, можно ли майнить в мессенджерах. Да, можно, но это, наверное, этап некоторого будущего. То есть чуть попозже отдельные мессенджеры сейчас превращаются в социальные сети. Ну, например, тот же Телеграм. Да, это не совсем уже мессенджер. Они его стараются сделать, добавить функционала в социальные сети. И, наверное, спустя какое-то время мы дадим решение, в том числе для поиска потенциальной аудитории в Телеграм-группах и так далее. Ну, руками же можно искать, и люди же ищут потенциальную аудиторию в Телеграм-группах. Ищут начатые цифровые двойники, могу сказать. И социальные сети в этом смысле нам интересны, поскольку они представляют собой структурированные системы, где люди, во-первых, раскрывают информацию о себе. Это крайне важно для продаж. То есть нужно понять, а кто ваш клиент. Нельзя всем подряд стучаться и говорить, купи это, купи то. То есть это спам и грубая реклама. И люди, конечно, этого не любят. Люди любят, чтобы к ним пришли в нужный момент, угадали их желания и закрыли их проблемы. Это идеальный кейс. В этом смысле я стараюсь, я помню, на каком-то из вебинаров Нэми слышал одного из спикеров, который рассказывал о том, что если вам пытаются, вот вы продаете, вам в ответ пытаются продать, это абсолютно ничего страшного. То есть послушайте человека, может быть, он что-то интересное предложит. То есть тот факт, что вам в ответ что-то пытаются продать, это не страшно. Я тоже, если мне какой-нибудь сейлз звонит, всегда говорю, слушайте, ребята, я тоже сейлз, я тоже продаю. И если убедите меня, убедите меня, я куплю, может быть. Может быть и не куплю, но это ваш риск. В любом случае умение продавать – это процесс. То есть этому нельзя научиться. Вот у меня диплом, я умею продавать. Это процесс, он совершенствуется всю жизнь. И в этом смысле социальные сети нам очень интересны, поскольку они представляют из себя структурированную аудиторию, которая сама о себе очень много пишет, которая не разово о себе что-то пишет, а она постоянно о себе что-то пишет. То есть мы видим человека в динамике, как меняется его карьера, предпочтения, интересы, как меняется его уровень богатства, ну и так далее, и так далее. То есть все то, что составляет экосистему вокруг человека. Кроме того, всем известно, и я думаю, что сейлз менеджеры здесь на передовой стоят, из психологии, что человек очень много оставляет о себе бессознательных каких-то следов. То есть когда он пишет, говорит, когда он выражает мысль, он часто через оговорки, через всякие разные мысли, на которых он делает акцент, он бессознательно рассказывает, чего же он хочет на самом деле. И формально этого мы не видим, но если применять определенные знания, то мы можем более глубинно понять, а что же нужно человеку. И в этом смысле цифровые двойники очень удобны, поскольку мы их сразу программируем, мы инвестируем деньги в лабораторные исследования по глубинной психологии, там юнгианской, в психоанализ, там разные направления у нас есть. Значит, мы хотим настраивать цифрового двойника так, чтобы он сразу считывал бессознательные паттерны. То есть человек что-то пишет о себе, и прочитав этот текст, можно примерно понять, а что же он, собственно, хочет. Или, например, когда вы программируете цифрового двойника, понятно, что... У любого человека есть некая внешняя сторона, его публичная сторона, и есть некая внутренняя сторона, которую он не раскрывает. У каждого человека есть некоторое количество масок и социальных ролей, в которых он задействован. И когда вы программируете цифрового двойника, сейчас чуть попозже расскажу, вы тоже бессознательно передаете часть себя. И очень важно вот это взять, потому что человек может говорить одно, а думать другое, и хотеть другого, что важно. И наша задача считать это и использовать это для того, чтобы создавать более тонкий психологический портрет того, кто продает, того, кому продают, чтобы их склеивать. То есть это некая попытка поставить в том числе социальные науки и психологию на службу продажам, поскольку, как известно, хорошие ЗЛЗ – это психологи, но это как искусство, понимаете? То есть кто-то вот овладел, у кого-то получается в силу его природных способностей, а кто-то не может научиться. А мы хотим, чтобы получилось у всех. То есть сделать из этого не искусство, а науку. И в этом смысле, ну, сам слайд я комментировать не буду, потому что тут, в общем, комментировать нечего. Аудитория соцсетей огромная. Я здесь показал ведущие мировые соцсети, азиатские, российские, американские, китайские, ну, любые. Вот если всю эту аудиторию сложить, получается аудитория, совокупное количество аккаунтов, порядка 7 миллиардов, что, собственно, составляет примерно активную часть человечества. То есть примерно 7 миллиардов человек пользуются интернетом в том или ином виде. Но, опять же, это не значит, что это все живые люди. То есть понятно, что в соцсетях существует там огромное количество всяких дублей, пустых аккаунтов, всяких роботов и прочего, и прочего. Все это знают, но это, кстати, на капитализацию никак не влияет. Вот Facebook говорит, что у него там больше 2 миллиардов пользователей. При этом реально у него неизвестно, сколько пользователей. Мы не знаем. Дай бог половину. Может быть, 2 трети. Но это в любом случае не 2 миллиарда. Или там, ну, сейчас 2 миллиарда, на самом деле, условная цифра. Она постоянно движется. Там аккаунты удаляют, добавляют новые и так далее. Но даже если взять эту цифру, то если вы посмотрите на капитализацию Facebook, вы увидите цифру порядка триллиона долларов. Ну, сейчас это не триллион долларов, но я думаю, что вопрос времени, там, может быть, через год это будет триллион долларов. То есть это, ну, вот, на уровне капитализации Apple, да. То есть Apple в каждый дом сейчас вошло, да. Ну, то есть это вот прямо бренд-бренд, да. И Facebook. Facebook, казалось бы, это просто сайт, где все пишут свои мысли и публикуют фотографии. Однако капитализация сопоставима с капитализацией одной из ведущих мировых компаний. Это о чем говорит? О том, что несмотря на то, что у них аудитория состоит из смешанного типа аккаунтов, и живых людей там меньше, но считаются все аккаунты. Вот это важно. Поэтому, говоря о пользе социальных сетей для нашего сообщества и для нашего бизнеса, если мы получим доступ к аудитории в несколько миллиардов пользователей, то наша капитализация будет как минимум сопоставима с Facebook. На мой взгляд, она будет больше Facebook, поскольку Facebook не пересекается аудиторией с другими социальными сетями. Ну, я имею в виду, пересекается, понятно, но не полностью. То есть аудитория WeChat в Китае, ну, это не то же самое, что аудитория Facebook. Это разные люди, потому что, во-первых, Facebook забанен в Китае, он недоступен, а во-вторых, многие не знают английского и так далее, но и не пользуются просто. Они пользуются тем, что им удобно. С российскими соцсетями такая же ситуация. То есть аудитория Facebook в России это несколько миллионов человек. На секундочку, в России живет больше 140 миллионов человек. А аудитория Facebook несколько миллионов, ну, там, 10 миллионов, что ли. То есть, понимаете, несопоставимая аудитория. А аудитория ВК, она огромна. Это, в общем, практически в каждый дом, в каждом доме у кого-то есть как минимум один аккаунт ВК. Ну, там, другие соцсети то же самое. То есть а к чему? Потому что Facebook не может постучать в русскую аудиторию ВК. Ну, он может, но она не откликается в этом проблеме. Такая же ситуация и с Китаем. Он туда стучится, только там не отвечают. А так-то никаких проблем. Стучитесь и дальше. Вот. А мы можем постучаться так, что нам ответят. И поскольку нам ответят, мы возьмем большее количество, аудитории. А раз мы возьмем большее количество аудитории, то мы просто методом элементарной математики можем прикинуть нашу капитализацию. Я думаю, что она будет несколько триллионов долларов. Опять же, я не могу гарантировать, это мои мечты. Мы пока движемся к миллиарду, но я думаю, что мы очень молниеносно преодолеем эту черту и будем двигаться уже к более серьезным цифрам. Вот. Давайте пойдем дальше. Если можно, Борис, пожалуйста, следующий слайд. Я кратко расскажу. Да, еще про аналитику. Ну, я говорил уже неоднократно, еще раз повторю. Соцсети — это не только сообщество людей, но и большое количество аналитических данных, потому что это все мысли всего человечества. Фотографии там и прочие-прочие-прочие всякие посты. Чем это интересно? Это интересно тем, что информация стоит денег. И соцсети зарабатывают не только на показе рекламы, но и на более тонком понимании аудитории, потому что чем более тонко я спозиционирую рекламу, тем больше отклик я получаю. Ну, там, всем подряд показывать рекламу, да, или показывать тем, кому она нужна. Вот это вот понятие, кому она нужна, это есть аналитика. И они очень грубо это делают, на самом деле. Неоднократное количество скандалов на эту тему было, что они небережно относятся к персональным данным и так далее, и так далее. Как-то их хитрым образом миксуют. Но они это делают. Я считаю, что при соблюдении всех стандартов безопасности и всех там этических норм, разумеется, законов, всех и так далее, мы тоже можем это делать, но мы можем это делать более круто. Представьте себе, что у нас есть доступ к аудитории Facebook, WeChat. К примеру, я здесь ВК показал, три всего соцсети. Это довольно-таки большая аудитория, больше трех миллиардов пользователей, почти четыре миллиарда совокупная. И что такое четыре миллиарда? Это половина всего человечества. Это Китай, весь мир, Facebook, да, ну и ВК, это все русскоязычное пространство, плюс частично другие страны, потому что он мультиязычный. Вот, и если даже взять эту аналитику, то мы можем понять, например, что мы можем понять про человека, где он находится. Вот если у него есть аккаунт и в Facebook, и в WeChat, и в ВК, это о чем говорит? О том, что он мультиязычен, или у него есть интересы в этих регионах мира, какие это интересы, что именно он пишет. Например, некоторые в ВК пишут только на русском, скажем, в Facebook на английском, а в WeChat только на китайском. О чем это говорит? Что либо у человека есть интересы в этих регионах, либо он, ну не знаю, что-то из себя представляет. Эту аналитику Facebook не получит никогда. Ему нужно выйти за пределы своей соцсети. А мы можем это делать легко. И это интересно тем, что получив доступ к такой аналитике, мы станем одной из самых крупных и авторитетных аналитических компаний мира в целом. И это очень важно, потому что таких компаний по пальцам сосчитать можно. А можно следующий слайд, пожалуйста, Борис. Ну, Дмитрий частично раскрыл информацию. Да, нужно заниматься активно развитием своего аккаунта в соцсетях. Это очень сложно по той причине, что если вы бизнесмен, вы занимаетесь развитием своего бизнеса. Вам не до развития своего аккаунта в социальных сетях. И как с этим быть? Ну, нанять кого-то. Нанять кого-то – это дорого. Не каждому это по карману. Мы прикинули, это там 150 долларов в месяц. От 150 долларов в месяц и выше. Кто-то и 400 долларов просит. Вот. Кто-то, значит, и это может быть несколько сотен долларов в месяц. Это плохо, потому что, во-первых, это нужно контролировать. Во-вторых, это деньги. Не всех они есть. Вот. Чем хорошо мы? Мы позволяем это делать в разы дешевле и, что самое важное, в разы эффективнее. Давайте пойдем в следующий слайд. Собственно, сами цифровые двойники. Цифровой двойник, еще раз, вот многие не понимают разницу между цифровыми двойниками и датамайнингом. Что есть, на мой взгляд, ничего страшного, потому что это только люди, которые в контексте много лет этим занимаются. Мы уже несколько лет этим занимаемся. Мы, естественно, понимаем более тонко. Значит, еще раз. Цифровой двойник – это ваша цифровая копия. Ее задача на первом этапе очень просто. Это скопировать ваше поведение. То есть, вот как бы вы общались с своими потенциальными клиентами, вы были сейлс-менеджером, а цифровой двойник был вашей цифровой копией. То есть, ваш ассистент сейлс-менеджером. Вы нанимаете ассистента на работу, он вообще ничего не знает. Ну, знает мало, да? Он начинает, он становится рядом и начинает повторять ваши действия. Вы ему поручаете какое-то действие? Простое. Сложное действие пока опасное. Ему поручите, он может его провалить. И он начинает с ним работать. А вы контролируете. То же самое. То есть, вы говорите, так, у меня есть потенциальных 100 клиентов. Ну, на самом деле, цифровой двойник еще ищет клиентов. В этом плюс. Вы говорите, так, таргетинг такой. Пожалуйста, найди мне всех специалистов по криптовалюте в таком-то регионе мира, которые занимаются такой-то проблематикой. То есть, вы сужаете воронку, он это находит через наши алгоритмы поиска. После чего, вы говорите, так, напиши им, предложи им вот такой-то продукт, но при этом сделай это аккуратно. И не исключено, у нас это наш реальный кейс, то есть, мы так делали. Мы искали специалистов, специалистов по криптовалютам с тем, чтобы предложить им обналичивание легальное, обналичивание криптовалюты на банковские карты, через MasterCard в Англии спускали такой проект. Но мы параллельно, параллельно этого нашли еще инвесторов в этот проект. То есть, люди посмотрели, говорят, и сказали, слушайте, нам обнал не нужен, обнал легальный еще раз. То есть, это вот абсолютно легальная процедура. Нам обналичивать не нужно, но, блин, проект такой классный, может быть, мы инвестируем в деньги. То есть, это вот неожиданный такой кейс получился. И к тому, что бывают ситуации, это же живые люди. Да, вы находите человека, рассказываете ему о проекте, вы ему не говорите, купи, потому что это хуже нет. Когда человеку говорят, купи, у него паттерн срабатывает, значит, наверное, они что-то хотят некачественное продать. Это плохо. Вы сначала просто узнаете, а кто он, а что он. Рассказываете себе. Но это уже стандартные методики продаж. Цифровый граник делает то же самое. На втором этапе вы начинаете обучать нейросеть, и, собственно, мы в ближайшее время дадим специальную форму для обучения нейросети вашему предыдущему опыту продаж. У каждого есть какие-то, если говорить про сейлзов, у каждого есть какие-то скрипты, какие-то там чаты в мессенджерах, в WhatsApp, в ВКонтакте, где угодно. На любом языке, в частности на русском, значит, вы обучаете. Зачем это нужно? Чтобы он не только базовые какие-то вещи мог делать, а чтобы он мог заглядывать в вашу предыдущую историю, успешных и неуспешных вопросов и ответов. Потому что, скорее всего, с той стороны, какой бы вы, значит, продукт не стартовали, с той стороны будут примерно одинаковые возражения. Но раз они уже встречались в прошлом, да, и вы уже этот вопрос решали, то чего бы этот опыт не передать нейросети? Это некий процесс, то есть это не за пять минут, для этого нужно какое-то время. Это будет абсолютно бесплатная форма, здесь ничего платить не нужно. Каждый сможет бесплатно обучить своего цифрового двойника своему предыдущему опыту. на любом языке, еще раз говорю. Ну, в частности, на русском и на английском, там чуть позже стартуем, испанский, китайский, там топ-10 языков других мира. И зачем это нужно? Вот дальше вы стартуете процесс, да, вы говорите, например, вы получаете своего персонального цифрового двойника, вы стартуете процесс и говорите, найди мне таких-то клиентов, значит, и предложи им вот какой-то продукт, да, он, собственно, ищет, находит, он вас не оповещает об этом, он сам крутится. Ну, хотите, можете наблюдать за этим, если вам интересно, или там время у вас есть свободное. Я, например, никогда не наблюдаю, как это работает, я просто прихожу и уже смотрю тех, кто, там, утром просыпаюсь, да, и смотрю тех, кто мне уже намайнился, что называется, да, то есть тех людей, которые уже в том или ином виде готовы там со мной работать, да, смотрю, о чем там цифровой двойник поговорил, какие там возражения были, если человеку интересно, если он не сказал категорически нет и даже общаться не хочу, если он сказал, например, расскажите там поподробнее или в том или ином виде готов перейти к общению со мной, я тогда снимаю трубку телефон и уже звоню, чем это удобно? А тем, что вы не тратите время на поиск клиентов, клиенты уже у вас, они уже, я не говорю, что они купят, никто не гарантирует продажи, но по крайней мере они в том или ином виде, а вы знаете, иногда бывает ситуация, что человек говорит, вау, круто, да, хочу, у нас такое было, мы искали инвестиции и в один проект и в буквальном смысле, тогда цифровой двойник в том или ином виде общался, люди говорили, вау, куда нести деньги? Ну понятно, что им нужен сайт официальный, потому что, ну мало ли, что там мошенники какие-то пишут, выманивают деньги, да, чтобы не было, им нужен официальный сайт, они, естественно, должны прийти на этот сайт, посмотреть, там все эти сертификаты проверить, что это не фейк никакой, ничего, зарегистрироваться, может быть, позвонить еще раз, это нормально, это человек боится, что его обманут, это же интернет, но так или иначе, этот человек уже найден в этом гениальность этой штуки. Вот, а на третьем этапе цифровой двойник при помощи нейросети сможет заимствовать у других цифровых двойников успешные скрипты, то есть, грубо говоря, есть два скрипта, один скрипт успешный, другой неуспешный, при одном и том же типе возражений, просто кто-то в силу своего опыта и темперамента смог преодолеть возражения, а кто-то не смог, и вот тот, кто не смог, когда он столкнется с этим возражением в будущем, мы научим нейросеть, чтобы она смотрела по вот этому огромному метамозгу и у других цифровых двойников заимствовала какие-то отдельные удачные ответы, это, соответственно, следующий шаг, то есть цифровой двойник это ваш цифровой помощник, и, собственно, переходя к датамайнингу, давайте дальше пойдем в следующий слайд, зачем нужен датамайнинг? датамайнинг это очень важная вещь, вот некоторые думают, а что там самый главный цифровой двойник? Нет, на самом деле нет. Вы поймите одно, что мы действуем, ну это так называемый партизанский маркетинг, да, то есть когда вы идете на территорию врага, ну, потому оно и партизанский называется, да, вы идете на территорию врага маленьким отрядом и там начинаете какую-то деятельность, да, но это не ваше, это не недружественная, значит, атмосфера, недружественное сообщество, да, это наоборот, оно может быть агрессивное. Почему? Если кто-то научится вот так вот искать клиентов, то все, им конец, потому что они торгуют рекламой. Вы хотите клиентов, но купите у нас рекламу. Вы же не хотите покупать рекламу, потому что это дорого, да, и самое важное, что это может быть еще и неэффективно. Поэтому соцсети, разумеется, не говоришь, что они против, никто не может, значит, в соцсетях продают, в LinkedIn, это он для этого и создан, чтобы продавать, да, просто продажа продажам рознь, да, когда вы вступаете в переговоры как человек с, я не знаю, там 5-6 человек в день, от силы человек может провести переговоры, найти, ну, там кто-то 10, да. Цифровой двойник может рассылать и 100 приглашений, и 500 в некоторых случаях приглашений в день, но тут уже человек не справится. 500 приглашений в день, это нереально ни при каком обстоянии. Если вы представляете, вот сотни людей, это сегодня, это там 100 человек добавилось, друзья, завтра уже 300 накопительным итогом, да, потом тысяча, и вся эта тысяча человек бесконечно что-то спрашивает. Ну, нереально с ними вступить в переговоры живому человеку. Вот поэтому придуман датамайнинг. В чем суть датамайнинга? Это мы сначала находим аудиторию, собираем большую аудиторию, а потом начинаем в нее продавать. Вот у каждого из нас будет своя аудитория. Как это работает? Вы присоединяете свою соцсеть, любую, к нашему серверу, просто коннектите. Это может быть один аккаунт, но мы советуем присоединить как можно больше аккаунтов. Почему? Чем больше аккаунтов, тем больше намайнится друзей. Чем больше потенциальная аудитория, тем больше заработок. Тут все просто. Нет никакой магии. Магия начинается чуть позже. Значит, первое свойство датамайнинга. Вы вокруг себя собираете большую аудиторию. Когда вы ее соберете, у вас появится, например, 50 тысяч потенциальных клиентов. Это уже интересно. Это не просто левые какие-то люди, непонятные там, боты, не боты. Если вы какой-нибудь лидогенератор купите, он вам там нагонит всякий мусор для количества. А у нас задача не для количества. Дело не в том, что у вас 50 тысяч человек. Дело в том, что это 50 тысяч. Пусть это будет 10 тысяч человек. Но это будет 10 тысяч тех людей, которые действительно по теме. Может быть, они и не купят. Но кто-то обязательно купит. Идея в том, что нужно качественную аудиторию майнить. А она очень дорого. Она очень дорого стоит. Если вы пойдете в соцсети, это минимум доллар за клиента. Ходите 10 тысяч человек, пожалуйста, 10 тысяч долларов инвестируйте без гарантии того, что они купят. В нашем случае немного другая ситуация. Датамайнинг разгоняет воронку набора аудитории. Сервер от вашего имени начинает набирать людей в друзья по определенному алгоритму. То есть вы можете указать таргетинг, например, всех криптовалютчиков или всех, кто занимается финансами или всех специалистов по маркетингу. Вот что хотите. Можете не указывать воронку. Тогда он будет искать по некой стратегии, которая указана нами. Но дальше, собственно, гениальное свойство датамайнинга в том, что вот майнер, то есть это человек, который майнит людей. Если он объединяется в такую виртуальную децентрализованную сеть с другими майнерами, ну, по аналогии с блокчейном, получается огромная децентрализованная сеть майнеров. Но гениальность в том, что искусственный интеллект воспринимает всех этих друзей как одну большую базу данных. Как если бы это был один аккаунт, в котором миллион человек в друзьях. Можете добавить миллион человек в друзья? Не можете. Потому что в соцсетях существуют лимиты. Но с точки зрения искусственного интеллекта это его база. Потому что он может пройдя через канал коммуникаций вашего аккаунта достучаться до любого из этих друзей. И вот я вот на этом слайде написал, что 100 тысяч майнеров для начала может быть в друзьях и управлять миллиардом пользователей. На самом деле до двух миллиардов, ну, я так пока скромненько написал, пусть это будет миллиард пользователей. Что такое миллиард пользователей? Это любая крупная социальная сеть, кроме Фейсбука. У Фейсбука два миллиарда пользователей. То есть, если мы пойдем дальше и, так сказать, наше воображение расширим, мы увидим, что 200 тысяч майнеров это два и больше миллиарда пользователей. То есть, мы мгновенно становимся одной из самых крупных децентрализованных социальных сетей в истории человечества. Потому что только у Фейсбука два миллиарда пользователей. Если мы пойдем дальше, то мы себе поставили цель не менее трех пяти миллиардов человек иметь в друзьях. Как это делается? Очень просто. Создается огромная децентрализованная сеть майнеров. Каждый майнер для себя, не для меня, не для нас, а для себя майнит эту аудиторию. Это его аудитория. Он в любой момент может начать в нее подавать свои продукты. Но он ее же сдает мне в аренду, моей компании, ну, нашей компании, для того, чтобы мы ее объединили с другой аудиторией. И вот когда мы ее объединили, искусственный интеллект в течение нескольких дней, нескольких дней мгновенно поймет, кто в этой аудитории чем, то есть проведет некую аналитику, кто чем занимается, кто чем интересуется, кому что можно предложить с точки зрения продаж. Дальше мы начинаем продавать наши продукты в эту соцсеть. Продукты Неми, наши продукты, компании цифровые двойники, значит, у нас есть всякие партнеры, которые могут с нами заключать договор, там всякие страховые компании, банки, то есть солидные люди, не какие-то там непонятные, а солидные люди, уважаемые, которым интересно достучаться к этой аудитории. Они уже это делают, но если мы к ним придем и предложим это сделать выгоднее и дешевле, когда мы продаем и берем процент с продаж, конечно же, они все будут у нас завтра, уже в очереди стоят и будет еще больше эта очередь. Вот что дальше? Дальше мы предлагаем в эту базу эти продукты. Как мы это делаем? Мы создаем у нас на сервере предложение и искусственный интеллект понимает, на каком аккаунте есть потенциальная аудитория для этого предложения. И он включает цифрового двойника конкретно на данном аккаунте, то есть не вообще на всех аккаунтах, а конкретно на данном аккаунте. Он говорит как бы вашим ртом, говоря так, языком физики, вашим диалогом он разговаривает с этими людьми, как если бы это делали вы не связанно, будете не связанным с нами. И после того, как он включил этот диалог, как бы вы начинаете, ваш цифровой двойник на вашем конкретном аккаунте, начинает продавать вот этот наш продукт. И, например, 100 миллионов человек, это мой любимый пример, 100 миллионов человек увидело это предложение, это, кстати, не очень много, 3 миллиарда и всего 100 миллионов человек, ни о чем. Значит, нельзя спамить все 3 миллиарда, вообще спамить нельзя. Но если мы будем показывать рекламу сразу миллиардам пользователей, это будет просто коллапс по всему миру, так никто не делает. То есть это набор маленьких рекламных компаний. Там 10 миллионов человек, там миллион человек, там, значит, 30 миллионов, там 100 миллионов. То есть, понимаете, мы бесконечно будем продавать в эту базу данных. И вот, например, 100 миллионов человек увидело эту рекламу, из них 10 миллионов человек перешло по ссылке, нормальные цифры, и всего 1% купил. Вот миллион человек купил на 100 долларов, это 100 миллионов долларов, на секундочку. Часть этих денег забирает наша компания, потому что это наш доход, мы на это рассчитываем. А остальные деньги все полностью отдаются майнерам. Майнер бесконечно будет в доле, пока он сдает в аренду свою аудиторию. То есть, майнер, еще раз, он набирает аудиторию при помощи нашего AI-сервера, он в нее сам может продавать, что хочет, это его аудитория, но когда он ее нам сдает в аренду, он получает постоянный пассивный доход от каждой продажи, которую мы осуществляем. И в этом суть, я уже перешел на следующий слайд, наверное, есть смысл прочитать, и в этом смысле он как раз и является совладельцем этой экосистемы. То есть, осуществилась продажа, мы смотрим, ага, с такого-то аккаунта пришло такое-то количество людей и купило на такую-то сумму. Ну, потому что мы все это видим мгновенно при помощи искусственного интеллекта. Это такая сложная распределенная система управления миллиардами людей. Вот, значит, и мы увидели это, мы это зафиксировали. Когда мы, соответственно, получили доход, мы видим, значит, например, значит, там, 5000 аккаунтов, к примеру, да, или там, 10 тысяч аккаунтов, с них пришел миллион человек, и этот миллион человек купил, например, на такую-то сумму. Все, этим людям мы доход делим по принципу 80 на 20. 80% дохода получают те майнеры, от которых пришли люди, а 20% получают те, от которых не пришли люди. Зачем это делается? Чтобы человек постоянно был мотивирован. Ну, сегодня от меня никто не пришел. Это нормально. Моя аудитория не хочет покупать этот продукт. Ну, не хочет. Нельзя же заставить людей, да? Но завтра от меня придет аудитория. А я должен быть всегда в сети. Я должен всегда майнить. Поэтому, даже если вы ничего не продали, вы все равно в доле. И в этом гениальность этого решения. Да, вы заработаете меньше денег. Сначала частый вопрос, как быстро это окупается. Там сейчас покажем тарифы, они просто смешные, там, 100 долларов разовый платеж. Значит, как быстро это окупается? Ну, как быстро может окупиться 100 долларов? То есть, сначала это десятки долларов в месяц. Потом мы рассчитываем, что это будут сотни и даже тысячи долларов в месяц. Нужно просто немножко подождать. Но я думаю, что 100 долларов – это та сумма, которая не сильно будет волновать человека. То есть, потому что нужно набрать аудиторию. Нельзя за один день стать миллионером. Нужно инвестировать деньги. Ну, ладно, деньги. Главное – время и силы. Вот здесь как раз проект про время и силы, не про деньги. Потому что деньги тут разовый платеж на 100 или чуть-чуть больше долларов. Сейчас Дмитрий чуть подробнее расскажет. Значит, ну и следующий слайд, перед тем, как я передам слово Дмитрию, он кратко расскажет про тарифы. Это продажа аналитики. Очень интересная тема. Мы сейчас уже торгуем аналитикой, потому что мы как IT-компания, которая занимается искусственным интеллектом, и мы работаем с Фейсбуком, например, у нас много заказов, но это тяжело, потому что мы должны написать искусственный модуль, который переберет миллионы страниц Фейсбука. А это очень тяжело. Фейсбук сопротивляется, потому что Фейсбук знает, что только робот может миллион страниц в день просматривать. Живой человек и 100 тысяч страниц в день не просмотрит. Это нереально. А роботу реально абсолютно это сделать. И Фейсбук, конечно, сопротивляется. И это долго. Мы зарабатываем десятки тысяч долларов, но это долго. Если у меня будет датамайнинг, я в течение нескольких секунд заработаю несколько десятков тысяч долларов. Я просто нажатием одной кнопки, мгновенно пойму, где на каких аккаунтах, какая аналитика у меня есть, и тут же ее смогу взять, упаковать правильно и продать. Разумеется, мы персональными данными не торгуем, а торгуем только самой аналитикой, геперсонализированной так называют. Гениальность в том, что таких компаний по продаже аналитики будет сотни, тысячи. И вся эта сумма делится также по принципу. Часть денег забирает компания, а остальные все полностью идут майнером. То есть майнеры всегда, еще раз, всегда зарабатывают, пока они предоставляют свою аудиторию в аренду нашему продукту. Так, следующий слайд, пожалуйста. Здесь уже, наверное, про тарифы. И я попрошу Дмитрия Радковича здесь мне помочь. Тут он более красиво сможет рассказать про это. Дмитрий? Да, я на связи. Пока себя не вижу на экране, но, коллеги, продолжаем, пока подключаются видео. Да, конечно, это, как правильно сказал Александр, сродни партизанскому маркетингу. Не то, что сродни, по этому принципу. И формируется вот именно как раз та клиентская база. Кстати, по поводу партизанского маркетинга. Мы в свое время, то есть я в свое время сотрудничал с Игорем Маном, то есть когда мы занимались там строением конечной структуры на разных предприятиях. Вот я вам рекомендую, у Игоря Мана, у него издательский дом «Ман, Иванов и Фербер». У него даже есть книжка такая, по-моему, один из первых он ее издал, ну, практически первый, по-моему, написал на Российской Федерации, «Партизанский маркетинг». Поэтому посмотрите, почитайте. Вот, теперь к тарифам, да. Тарифные планы, как мы их называем, они у нас, всего их три, три тарифных плана – базовый, семейный и бизнес. То есть мы подумали таким образом, чтобы продукт, во-первых, он должен быть конкурентоспособным, это раз, это само собой, разумеется, чтобы он не был дорогим. Ну и самое главное, чтобы он был уникальным. Вот в данном случае уникальности все продукты, которые мы выводим на рынок от нашей IT-компании, они все уникальны, аналогов пока что не существует. Вот, в данном случае с цифровыми двойниками, в том числе с датам майнингом, аналогов нет. Так вот, мы просмотрели, сделали некий ресерч рынка, посмотрели, сколько стоят услуги у фрилансеров, у SMM-специалистов, в том числе, которые за вас ведут аккаунты в соцсетях, которые вам делают посты, копирайтинг, ведут ваши страницы и так далее, и так далее, и так далее. То есть ориентировочная сумма, это уже был такой слайд, или будет, то есть где-то стоимость фрилансера, когда вы нанимаете просто человека через какой-то отдельно взятый ресурс, интернет-ресурс, где-то от 150 долларов стоит в месяц его услуга. Причем нужно это делать постоянно, оплачивать где-то желательно месяцев 6-7, пока не ведут ваши аккаунты, либо ваши соцсети. Если вы будете нанимать маркетинговую компанию, в которой уже структура специалистов с этим работает, это стоит от 4-50 долларов в месяц за ведение ваших страниц, либо страницы, либо вашей группы в соцсети, в одной, причем не во всех, а в одной. В нашем случае мы сделали три тарифных плана, порог входа мы сделали максимально низкий, то есть в саму услугу, то есть в покупку дата майнинга. И это разовый платеж, это не ежемесячный, подчеркиваю, это разовый платеж за подключение услуги дата майнинга. Почему разовый платеж? Коллеги, мы не зарабатываем. Вот есть такое понятие продавать софт, продавать какое-то программное обеспечение. Соответственно, если бы мы зарабатывали на продаже софта, на продаже программного обеспечения, тогда это был бы ежемесячный платеж. Но основной наш бизнес заключается не в продаже продукта дата майнинга, а именно в монетизации этой базы, о чем сейчас очень хорошо рассказал Александр. То есть наша задача, чтобы было максимальное количество людей включено в процесс дата майнинга, чтобы потом объединить это в огромную базу и уже приступить к монетизации. Чтобы от нас, как от компании, вам шел пассивный доход за счет продажи в эту базу продуктов, третьих лиц другого бизнеса. И вы сами могли уже потом в свою базу во всех, не в одной соцсети, а во всех соцсетях продавать тот продукт, которым вы лично занимаетесь, как предприниматель, либо как участник какой-то MLM компании. Это совершенно неважно, потому что я не делю понятия MLM предприниматель и предприниматель. Денег много не бывает, у них есть такое свойство, как заканчиваться. Поэтому тарифы, базовый тариф, он стоит 100 долларов, семейный тариф 150 долларов, и бизнес тариф 250 долларов. Нам постоянно задают вопрос, возможно ли перейти с одного тарифного плана на другой. Да, возможно перейти с тарифа базового на семейный, либо с тарифа базового на бизнес, либо с семейного на бизнес, проплатив разницу. Не полную сумму заново, а разницу. То есть с базового, доплатив 50 долларов, вы можете перейти на семейный тариф, проплатив 150 долларов, добавить, перейти на бизнес тариф. То есть это очень гибкая такая система. Естественно, тарифы между собой различаются. То есть базовый тариф – это два аккаунта вы можете подключить в любых социальных сетях, набор друзей – до 5000 друзей в сумме во всех социальных сетях, ну и средняя скорость набора друзей. То есть не агрессивная, так скажем, политика, но это для тех людей, кто хочет попробовать, посмотреть, как вообще работает дата майнинг, потому что категории людей бывают разные. Есть такие люди, как по терминологии пирамиды потребностей Маслова, либо терминологии правильных проведений переговоров продаж, таких людей называют предусмотрительными, которые сначала проверяют. Так вот, вот это как раз для таких людей. Человек подключился за 100 долларов, посмотрел, как это работает, потом добавил, ну и перешел на другой тарифный план. Это разовый платеж, еще раз подчеркиваю. Семейный тариф – это возможность для майнера подключить, то есть тоже не более двух аккаунтов социальных сетей и также подключить членов своих семей, родственников и так далее. Также набор до 5000 друзей в каждой социальной сети, ну и тоже средняя скорость набора друзей. Ну и самый оптимальный, друзья, тариф – это бизнес-тариф. Я его не продаю, то есть я сейчас буду подчеркивать выводу этого тарифа, не потому что задача продать этот тариф. Вы должны понимать, что скорость набора друзей, вот допустим, сегодня вы подключили датамайнинг, должно пройти какой-то период времени, чтобы мы вам набрали количество, вот эту подписную базу, чтобы излишне агрессивно себя не вести в социальных сетях, чтобы аккаунты не блокировали. То есть там куча-куча всего внутри происходит, потому что соцсети – это огромные корпорации, в которых их доход как раз от монетизации наших с вами аккаунтов. Но они почему-то думают, что это им принадлежит, хотя аккаунты наши с вами. То есть они направо-налево торгуют, зарабатывают на этом деньги, на рекламе, на каких-то, как сказал Александр, продажи аналитики, но с нами они не делятся, соответственно, а мы, соответственно, делимся. Так вот, преимущество бизнес-тарифа, то есть это полный безлимит, то есть это любое количество соцсетей, любое количество родственников, максимальная скорость набора друзей, вот здесь я немножко остановлюсь. Вы должны понять, что на базовом и на семейном тарифе скорость набора друзей меньше, чем на бизнес-тарифе, потому что там работают, ну, как скажем, другие люди сопровождают эту историю, то есть если мы берем IT-составляющую. Поэтому там скорость набора друзей будет максимально быстрая и, соответственно, поскольку это бизнес-тариф, в бизнес-тарифе идет приоритетный показ рекламы, то есть приоритетные рекламные кампании и продажи майнерам, которые подключили себе бизнес-тариф. То есть в первую очередь идут продажи через их базы, показ рекламы в их базы, то есть они в первую очередь начинают быстрее монетизироваться и пассивно зарабатывать. Поэтому бизнес-тариф, он, естественно, лучше, но каждый для себя в праве выбирать, с какого тарифа он может начать, потом перейти уже на другие тарифные планы. То есть тем самым, когда вы подключаетесь, как какой-то тарифный план, проверяете, смотрите, у вас начинает формироваться постепенно клиентская база, но за счет того, что вы не превращаетесь, потому что курсов по ведению в Инстаграм-страни, в социальных сетях, платных, бесплатных, то есть как СММ, как делать правильный копирайтинг и так далее, и так далее, их куча. Эти знания, они, да, они нужны и необходимы. Но если мы с вами возьмем человека, который занимается своим бизнесом, он не может превратиться в СММ-специалиста, он не может распараллилить себя одного любимого, одновременно писать видеоконтент, одновременно заниматься копирайтингом, даже есть автопостинг, автолайкинг, то есть даже используя эти инструменты, у вас куча времени уходит на поддержание. Поэтому, когда вы подключаетесь к датамайнинг, вы спокойно занимаетесь своим творчеством, ведете свою страницу, сделаете те же самые действия, которые вы и делаете. То есть выкинули пост, сделали страницу, сделали фотографию о вашем бизнесе, о вашем направлении, о личной жизни, то есть просто правильно ведете свою соцсеть. Но если мы с вами перейдем к стратегии правильных продаж, то есть сначала формируется клиентская база, за счет правильного контента растет лояльность вашей клиентской базы, потому что они смотрят за вашими интересами, располагаются, все чаще за вами наблюдают, а только потом пойдут в нее продажи. Вот это продукт датамайнинг. Поэтому на бизнес тариф это немножко быстрее будет происходить, на всех остальных тарифах чуть помедленнее. Но так или иначе перейти с тарифа на тариф можно. Вот о тарифных планах все. В ближайшее время мы будем стартовать продажи, как я сказал, 15 июля, поэтому готовьтесь к своей соцсети. Начинаем мы с пока что LinkedIn, потом по очереди будем подключать другие соцсети. По тарифным планам все. Александр, тебе слово. Да, спасибо. Ну и какие-то еще отдельные наверняка есть вопросы, я там смотрел. Сейчас мы на них централизованно ответим. Давайте дальше пойдем. Мы почти закончили. Ну, в общем, этот слайд тоже есть смысл пропустить. Дмитрий рассказал, да, то есть если сравнить наши тарифы с рыночными тарифами, то у нас получается выгоднее. Там на слайде все написано. Значит, можете посмотреть материалы о нас. На английском языке есть американский Forbes. Кто мы, что мы делаем. Еще есть российские материалы о нас. Тоже все можете посмотреть. Там в чат скинем, если нужно. Для того, чтобы более глубоко в ближайшее время будет еще несколько больших публикаций в серьезных уважаемых бизнес-изданиях, которые более глубоко раскрывают подход наш к тому, что мы делаем. Визите бизнес-издания. Это не какая-то там бульварная пресса. Это люди, которые аналитически сначала подошли к анализу того, ну, то есть они сначала пронизировали то, что мы делаем, и только потом согласились написать о нас материал. Так, значит, давайте следующий слайд. Я думаю, что здесь я попрошу Бориса, поскольку следующий слайд, а, это следующий слайд про Дмитрия Атковича. Ну, здесь Дмитрий Аткович наш партнер и вице-президент по коммуникациям. В общем, поскольку он в этом чате, то в представлении особо мне нуждается. Его биография, она публична в интернете. Про сообщество Нэми, я думаю, лучше расскажет Борис, потому что это все-таки больше, у него более красиво получается, чем у меня. Спасибо. Да, благодарю, Александр, благодарю, Дмитрий, за такое шикарное объяснение различия, что такое датамайнинг и цифровые двойники. Сейчас у меня видео появится, ребят, не волнуйтесь. Я бы хотел сказать про президентский совет и непосредственно как мы встретились. Для тех, специально для тех коллег, кто был с нами в Индии на Эвенте 2019, а также для тех, кто был на ГОА, у меня такой вот вопрос. Наверное, вы все помните, что у нас проходил мастер-профи ГОА, и в конце нашего мероприятия, после определенного времени, мы с вами делали медитацию. Медитация на успех, на программирование 2020 года, а также на развитие нашей компании. Так, видео у меня не появляется. Саш, может быть, выключишь видеокамеру, почему не включается? Мы это самое, мы выведены, так что. А, да? Хорошо. Я вас вижу, я думаю, все остальные тоже. А я не вижу. Ну вот я на YouTube смотрю, тоже не вижу. Наталья Оськина, если ты здесь, пожалуйста, переключи камеру. Ну ладно, я продолжу. Так вот, мы медитировали с вами на успех, да, и как раз-таки, насколько вы знаете, Андрей Федорович, он визионер, да, и как раз его такая наша большая цель, это 15% населения Земли, чтобы участвовали в программе новой экономической эволюции мира. Также у ребят очень амбициозной цели за два года собрать на датам майнинг, так сказать, подключить 5 миллиардов пользователей, объединив по соцсетям. И, знаете, когда во Вселенную посылается сигнал, то и приходит ответ, неизвестно откуда. Вот, таким образом, я знаю, что весной этого года, через там три месяца, после того, как мы отправили с вами запрос, вот, ребята встретились, и, да, Александр Неймарк, и Андрей Ховратов, и Мила Сердюкова, вот, и вели переговоры непосредственно уже о возможности сотрудничества. Таким образом, родилась компания Digital Doubles Incorporated, да, которая, это совместная компания 50 на 50, которая будет добавлена в глобальный инвестиционный портфель, и для тех, кто был в субботу и слышал о возможной капитализации, Андрей Федорович рассказывал в закрытом веб-клубе, там также было, рассказывал о возможности инвестирования, как и через фонд, так и напрямую, да, но эти цифры я сейчас озвучивать не буду. Так что в президентском совете у нас сейчас такая стратегия, благодарю, в президентском совете сейчас такая стратегия, что мы делаем 20 тестовых аккаунтов, да, пока пробуем, вот, потом мы это расширяем до 100 человек до продаж, да, и, соответственно, запускаем в веб-клубе, а возможно даже будут и другие моменты, да, возможно получение лицензии там за достижение, да, ведь у нас идет и марафон, насколько вы помните, вот, может быть, будет по статусу, может быть, будет какой-то промоушен, да, там на первые два дня открытия, когда будут открыты продажи, может быть, там цена какая-то, ну, вот, все, 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 все мы с вами узнаем. И действительно, насколько вы знаете, Академия частного инвестора, да, основана там с 2014 года, но самые первые были с 2011, у Андрея Федоровича курсы, да, то есть если взять отрезок 5-9 лет, которые компания развивается, то у нас, конечно же, идет экспоненциальный рост, да, и действительно, чтобы завладеть такой большой аудиторией, который нам необходимо, 15% населения Земли, да, и там полтора миллиарда человек, да, то вот этот инструмент дата майнинга и цифровых двойников, это как раз один из тех инструментов, который за 12-24 месяца позволит нам, ну, я бы сказал, сказал бы даже до 5 миллиардов, да, людей создать нашу базу, а как вы знаете, сейчас мы очень с вами часто рассказываем, говорим о таком понятии, как конверсия, да, соответственно, конверсия от 5 миллиардов даже, да, в 20% это 1 миллиард пользователей непосредственно нашего продукта, вот для чего как раз-таки, да, и дата майнинга. Ну, хочется еще отметить то, что, так как мы с вами в Академии обучаемся, и кто помнит, что мы запускали 30 марта прошлого года криптоюнит, и для всех это было все в новинку, надо было изучать, что такое блокчейн, токены, в чем их различие, монеты, коины, да, там, security токены и другие стейбл коины, так вот сейчас у нас складывается аналогичная ситуация по искусственному интеллекту, дата майнингу и нейросетям, то есть я призываю вас потихонечку углубляться в эту терминологию, да, потому что я вам честно скажу, что вот проработав с ребятами тут 3 недели, да, я начал больше разбираться и даже в той же самой презентации слышу больше информации, чем с первого раза, это действительно надо заходить в углубленку. Ну, и отвечу еще на такой вопрос, что да, действительно, я считаю, что лицензия за 100 условных единиц, да, для обеспечения себе еще одного источника пассивного дохода, как рассказывал Александр Неймарк, это как раз-таки, ну, очень приемлемая цена, ведь помните, ребята, то, что окружение на нас очень сильно влияет, это вот как раз ребята, наши коллеги Александр и Дмитрий, о которых пишут Forbes уже, так сказать, в нашем окружении, да, ну, а кто знает, по оценке журнала Forbes, топ-10 людей, миллионеров, у них 7 источников пассивного дохода, и это как раз-таки для нас всех шанс с вами. Ну, здесь предпоследний слайд по продажам и системе, как это значит все работает, от майнера информация двигается, да, через искусственный интеллект, схематическое изображение, так скажем, да, data mining в одной схеме, как работает через серверы и что, куда, кому поступает от стоимости лицензии информация, да, и как всем управляет, управляет искусственный интеллект, да. Кстати, здесь хотелось бы отметить, что нам очень, в англоязычной среде нам очень понравилась идея, я думаю, что мы ее оформим и запустим в рассылки, это как мы будем с вами называть наш мегамоск, да, который будет для нас майнить и базу, да, и работать так именно, и на внешней рынке тоже, потому что продукт цифровых двойников и data mining будет продаваться и на внешний рынок тоже, то есть на этом компания тоже будет зарабатывать, но в свою очередь те, кто к нам придут с внешнего рынка, будут нашими клиентами. Вот, ну давайте тогда переходим к последнему слайду и включаем, наверное, вопросы и ответы, чат и будем отвечать. Да, спасибо, Борис, я буквально еще маленькую ремарочку, да, вот вы сказали, что первые 20 аккаунтов в тест, да, то есть это первые 20 аккаунтов по цифровым двойникам, то есть data mining может стать кто угодно, мы открываем продажу с 15 июля, а получить своего персонального цифрового двойника можно будет по этапу, то есть сначала это будет там первые 20 аккаунтов, ну и постепенно, постепенно его сможет получить каждый, кто захочет, то есть это вопрос там какого-то времени, только этот момент просто может быть не очень понятен. Так как мы поступим по вопросам, я их тогда зачитываю, да, и отвечаю, ну я тут вижу несколько вопросов, я давайте быстренько на них отвечу, значит, старт продаж с 15 июля, вопрос в секции, вопросы-ответы, значит, мои знакомые много партнеров имеют дополнительный доход от разных направлений, вейф, оберлик и прочее, получают продуктные шеи, клиентскую базу в других сервисах, по сути покупают продукт через нейми, никак не идут цели до книги, максимальное количество партнеров именно в нейми, нет ли здесь каких-то защит, чтобы люди не уходили в другие направления, ну смотрите, ну это вопрос философский, на мой взгляд, люди, если захотят уйти в другие направления, они и так уйдут в другие направления, но лучше, чтобы все инструменты, которые мы даем, были нашими, под нашим контролем, чем если какая-нибудь другая компания предложит какой-нибудь инструмент, потому что, используя наши инструменты, они в любом случае повышают нашу капитализацию, мы в любом случае получаем доступ к информации, к деньгам, к ресурсам, к людям, а это ключевой инструмент капитализации, что касается, ну понимаете, нельзя насильно загнать людей в ту или иную сеть, люди, видя превосходство наше технологическое, в любом случае будут с нами, а то, что они будут еще развивать параллельно другие направления, но они их и так будут развивать, то есть это вопрос, я думаю, что нельзя запретить, на мой взгляд. Так, готово цифрового двойника, ну смотрите, можно ли купить будет готового цифрового двойника и платные ли они? Пока на данный момент мы бесплатно тестируем цифровых двойников в узком сообществе, потому что наша задача сначала откалибровать, это же, понимаете, это же вот вы наняли на работу сейлс-менеджеров, они что, сразу вам принесут миллионы долларов? Нет, да им еще нужно будет вникать в ваши продажи. Здесь примерно такая же ситуация, то есть нужно откалибровать будет все эти воронки, все эти скрипты, посмотреть, как люди на них реагируют конкретно в данном случае, потому что продажи продажам рознь. Вот чуть позже мы дадим возможность для широкого рынка, скорее всего, там будут какие-то лицензии, но тоже за символические деньги, либо, скорее всего, для сообщества NEMI за какие-то отдельные достижения, они будут бесплатно выдаваться, я считаю, что это в рабочем порядке можно будет обсудить. Что касается готового, ну, конечно, хотелось бы иметь волшебную палочку, которая за вас все делает. В общем, это классно, да, но, к сожалению, такой волшебной палочки не существует. Насколько он сможет, он разогреет клиента, в будущем какие-то отдельные цифровые продукты, да, цифровые двойники смогут закрывать продажи на 100%. Ну, как бы, пока рассчитывать на это не нужно, потому что, ну, это не магия, не волшебство, это реальная жизнь, да, реальная жизнь такова, что вы не можете просто сидеть и ждать, а, значит, за вас кто-то майнит, да. Как говорил папа дяди Федора в мультфильме про простоквашное, если бы у меня был такой код, то я бы, может, и не женился, понимаете, да. То есть, если бы у меня был такой цифровой двойник, который вообще все за меня делает, тогда зачем нужен я? То есть, все равно, как ни крути, но что-то должны делать вы. Но если нет опыта в продажах, то он, конечно, помочь сможет. Так, давайте дальше пойдем. Когда, значит, когда все желающие смогут привести программу? Ну, я сказал, с 15 июля открывается старт продаж в кабинете, я не знаю, как этот кабинет у вас называется, наверное, в кабинете Криптоюнит, здесь, наверное, Борис может лучше помочь. Здесь будет два кабинета. В кабинете Неми открывается, да, и, соответственно, каждый желающий сможет приобрести. Так, можно осуществить предоплату программы из кабинета? Да, можно осуществить именно из кабинета Неми, и можно будет осуществить с 15 июля. Цифровых двойников одна цена. Нет, там цены будут разные, но я думаю, на мой взгляд, возможно, цифровые двойники в первое время будут вообще бесплатными для каких-то отдельных решений, отдельных целей и задач внутри сообщества Неми. По поводу опыта, вот здесь у меня мало опыта, Людмила пишет в соцсетях. Так, ничего страшного, во-первых, мы научим, будут бесплатные курсы по обучению, там еще этот вопрос проскакивал, я сразу отвечаю, будут бесплатные курсы от нас, и не нужно волноваться, там ничего сложного нет, нужно просто делать то, что вы делаете, не нужно превращаться в какого-то там суперспециалиста по какому-то направлению. Это как раз тут идея в том, что оно народное, то есть это народное направление, и каждый, кто более-менее, ну, совсем ничего делать не получится, я уже ответил на этот вопрос, да, но какие-то элементарные действия, я думаю, вы научитесь. На самом деле, оно для вас и полезно тоже, потому что вы таким образом немного растете над собой. Так, сводится только к созданию своей ленты материалов. Да, в каком-то смысле вы правы, действительно, нужно будет поддерживать свой аккаунт в соцсетях, правильно, потому что люди не захотят дружить с пустым аккаунтом или с аккаунтом, который там только репосты каких-то там видеороликов, то есть, ну, нужно давать живой контент, хоть какой-то, я не говорю там много, но иногда нужно давать какой-то живой контент. В принципе, этого достаточно для того, чтобы люди захотели с вами дружить. Так, давайте еще посмотрим, там еще были какие-то вопросы. Так, что входит в понятие семья, вот неоднократно спрашивали. Смотрите, это общее название, я думаю, чтобы не путать людей, потому что неоднократно уже спрашивали, мы переименуем этот тариф семейный, он там, не знаю, как назовем, командный, вот так вот, потому что тут речь идет о том, что вы можете подключить аккаунты любых людей, которые вам доверяют, поэтому мы назвали его семейный, потому что, а где больше доверия, чем в семье, понимаете? То есть, грубо говоря, мои родители, конечно же, если я их попрошу об этом, дадут мне в управление, ну, если я их попрошу, да, дадут мне в управление свои соцсети, чтобы намайнить им друзей тоже. Зачем это надо? Потому что в соцсетях есть лимиты. Если бы не было лимитов, я бы майнил все себе. Но так как есть лимиты, вот я достигну лимита у себя, а хочу же больше аудиторию, поэтому я попрошу у своих родителей. Можно попросить у кого угодно, у друзей, у деловых партнеров, там, начальник, подчиненный, пожалуйста. Вот любые варианты, это называется семейный тариф. Саша, я тут немножко добавлю, пока ты читаешь. Смотрите, проблема-то в том, что если вы просто подключили какого-то человека к тарифу семейный, вы должны понимать, что это его аккаунт и друзья, которые ему добавят датамайнер, тоже его. И в случае, если он поменяет пароли от своей соцсети, все, поэтому и Саша говорит о доверии, то есть о каком-то близком круге ваших друзей, семьи, с кем вы просто-напросто в доверительных отношениях, чтобы вы могли полностью эксплуатировать подписную базу. Не только мы ее монетизируем, но и вы. Соответственно, вы же можете в нее продавать? Можете. И если вы с этим человеком рассорились, он закрыл свой аккаунт, все, вы потеряли некую аудиторию. Поэтому лучше это все-таки в семье делать. Мама, папа, сестра, брат там, ну и так далее. Так, идем дальше. Тут хороший вопрос. Значит, какой процент осуществляет всей компании? Как майнер может знать, что его аудитории воспользовались и знать, на какую сумму был заключен договор? Смотрите, по поводу разделения прибыли. Ну, предполагается, что это партнерское разделение 50 на 50. Но, скорее всего, в первое время мы большую часть дохода будем отдавать майнерам для того, чтобы как можно больше все заработали, потому что у нас мы сначала инвестируем практически все деньги в бизнес. Поэтому в будущем, скорее всего, я думаю, что это будут партнерские разделения 50 на 50. Но это пока не решенный вопрос. По поводу контроля. Смотрите, в личном кабинете постоянно будут добавляться новые функции контроля. Вы будете видеть, сколько друзей добавлено, и что это за друзья. Все графики. То есть личный кабинет майнера, именно майнера, это будет такой большой аналитический модуль. Он не только существует для того, чтобы добавить в свои соцсети, но и для контроля. Кроме того, как известно, в сообществе NAMI есть свой блокчейн. Он сейчас там имплементируется, я вижу. И у блокчейна, как известно, много разных функций, в том числе функция контроля. Он не только для криптовалюты существует. Я думаю, и мы неоднократно это обсуждали с коллегами, что чуть позже мы всю эту информацию положим в блокчейн. То есть это будет прозрачная информация, которая будет… У нас свой есть блокчейн, туда будем класть, в блокчейн NAMI. То есть мы продублируем эту информацию в ряд IT-систем, которые не дадут нам, даже если мы сильно захотим, не дадут нам как-то сфальсифицировать статистику. Потому что для нас имеет принципиальное значение, чтобы каждый на 100% доверял. Это же независимый предпринимательный майнер. Если ему что-то не понравится, он в любой момент уйдет. Поэтому мы дадим максимальное количество инструментов контроля и будет видна вся эта статистика. Саша, ты пока читаешь, я тут отвечу. Тут задают вопрос. Этими инструментами могут пользоваться люди из других компаний? Если да, то как они смогут их приобрести? Этим инструментом Data Mining могут пользоваться все люди, которые не участвуют в NAMI, не участвуют в NAMI с нашего компания. Дмитрий вылетел. Этим инструментом могут пользоваться все, кто угодно. Почему? Потому что компания «Цифровые двойники» – это совместное предприятие NAMI и нашей компании. Поэтому даже если какие-то другие компании будут пользоваться этим продуктом, то мы все равно будем иметь полный контроль, и наша капитализация от этого будет расти. Чем больше людей в разных странах мира будет пользоваться этим продуктом, тем больше будет его капитализация. То есть нам не нужно, чтобы у нас было, например, 100 миллионов человек воспользовалось в Индии. Ну там 2 миллиарда пользовались. Ну там чуть поменьше, да, положим, в Китае. 2 миллиарда человек живет, да, даже больше. И вот, например, 10 миллионов китайцев воспользуются. Нам так не нужно. Пусть это будет 200 китайцев, 300 китайцев. Пусть это будет 200-300 в России, в Казахстане, в других странах. Так важно, чтобы как можно больше стран вовлекалось. Потому что китайцы не будут дружить, допустим, с гражданами России или с гражданами Белоруссии. Ну, другой менталитет, другие люди. Они, скорее всего, будут с азиатами своими дружить. Какие-нибудь американцы предпочитают Северную Америку или там европейцев и так далее. Поэтому нам очень важно, чтобы в каждой стране, пусть майнеров будет немного, но в каждой стране. Потому что они таким образом смогут вокруг себя создать большую сеть. Так, спрашивают по поводу, будет ли обучение на практике. Но я уже ответил, да, будет много разных курсов бесплатных, которые позволят этому обучиться с практической точки зрения. Так, можно ли на себя несколько аккаунтов создать? Да, некоторые соцсети разрешают создавать несколько аккаунтов. Мы так рекомендуем. То есть вы, когда у вас есть какой-то действующий аккаунт, вы можете там побояться его давать в управлении. Никаких проблем. Раскопайте откуда-то свой старый аккаунт, там другой из другой соцсети. Пусть там будет одна фотография, один пост. Этого достаточно. Вообще майнинг начинается с одного друга. То есть если у вас в друзьях есть хотя бы один человек, нам этого достаточно, нам много друзей не нужно. Так, какой примерно доход можно получить с одного друга? Это общая система. То есть каждый получает индивидуально. То есть пулы виртуальные. Пока не думали об этом, в принципе. Каждый получает индивидуально. Значит, рефералки будут. Это мы все расскажем. Так, нужно приобрести. Да, для того, чтобы стать майнером, нужно приобрести один из пакетов. Достаточно начать с разового 100-долларового пакета. И, разумеется, очень-очень популярный вопрос. Можно ли апгрейтить? Да, можно в любое время перейти от пакета к пакету. Меня тут выбило. Я просто сейчас немножко пока Александр читает. Я расскажу о стратегии, как будет это открываться. Смотрите, старт у нас, друзья, 15 июля. Есть сообщество NEMI. У сообщества NEMI есть личный кабинет. Вот в личный кабинет NEMI будет добавлен продукт Data Mining. Любой из людей, сообщество NEMI, может приобрести и оплатить этот продукт в кабинете NEMI. Есть еще люди из сообщества, которые работают с нами. Как с IT-компанией. У нас исторически тоже есть свое сообщество. Так вот люди, которые работают с нами, они могут приобрести продукт Data Mining по тем же самым ценам 100, 150 и 250 в нашем личном кабинете. На данном этапе запуска продукта Data Mining будет использоваться два личных кабинета. Один личный кабинет Data Mining наш, как нашего комьюнити. Любой участник может приобрести и оплатить тарифный план 100, 150, либо 250 в нашем личном кабинете, как IT-компании. Либо через кабинет NEMI. Через несколько месяцев, 3-4 месяца у нас будет сформирован новый личный кабинет. У всех общий. Это будет не только NEMI или не только наш кабинет. Это будет общий кабинет, где будет добавлено ряд продуктов. Продуктов компании NEMI, обучения, блокчейн, технологии. Наши продукты. Это цифровые двойники, Data Mining. Это KT Mall и так далее. Все эти продукты, которые мы запускаем, они будут все в одном кабинете. Пока будет два кабинета. Любой человек выбирает, через какой кабинет регистрироваться и оплачивать тарифный план. А потом будет единый кабинет, я так думаю, это скорее всего октябрь, где-то ближе к октябрю, где человек регистрируется. То есть генеалогия, вся вот эта масса будет перенесена, вся структура, если мы уж выражаясь партнерской программой, будет перенесена в один кабинет. Никто нигде не потеряется. Соответственно, все реферальные бонусы будут сохранены. Будет использоваться сейчас два маркетинг-плана. Потом это будет соединено в один личный кабинет. Любой новый участник, который заходит, он заходит в маркетплейс, выбирает себе продукт в новом общем кабинете и оплачивает. Поэтому запуск будет сейчас в два личных кабинета. Следите за информацией. Да, ну и здесь задают вопрос насчет разницы, нет ли разницы, где покупать пакет. В общем, нет разницы, но мы, конечно, советуем вам оставаться в рамках своего личного кабинета, поскольку у вас там структура, и вы, соответственно, просто можете больше прибыль получить. Да, цены везде одинаковые, 100, 150, 250. Так, как часто будет начисляться прибыль? Ну, смотрите, это вопрос, который пока обсуждается, но не реже раза в месяц, потому что поначалу это могут быть небольшие деньги, да, и начислять их там каждый день неинтересно. Интересно накопить. Но, в принципе, это живая прибыль, это не какие-то там баллы лояльности или что-то еще, это абсолютно живые деньги, они начисляться будут с использованием всех стандартных инструментов и, разумеется, с учетом всех законов в тех странах, которые, ну, понимаете, что деньги на то и деньги, что они подконтрольны государству, поэтому это очень аккуратный момент, вопрос контроля и так далее. И в этом смысле мы будем все действовать в рамках закона. Так, значит, так, если мои друзья, которых нет NEMI, хотят приобрести пакет, как их подключить? Ну, вы просто даете им свою реферальную ссылку на кабинет NEMI и подключаете, и все. Не хотят они покупать продукты NEMI? Пока. Не страшно, пусть купят Data Mining, а чуть позже захотят купить продукты NEMI, ну, супер, это уже будет ваше достижение в том числе. Реферальная ссылка, так, это Дмитрий ответил. Так, значит, теперь в секции вопрос-ответ, несколько вопросов. Те, к кому будет обращаться в войне, будут ли понимать, что к ним обратился искусственный клик? Нет, понимать не будут, потому что в этом-то идея, что с той стороны человек не знает, вы это или робот. И в этом гениальность этой вещи, что человек должен до конца думать, что это живой человек с ним разговаривает. Это не обман никакой, это просто некий способ, это психология человека. Если человек поймет, что это робот, он просто психологически занижает качество контента, который ему дает. То есть он по умолчанию не доверяет роботу. Поэтому наша задача сделать так, чтобы… То есть робот должен настолько органично разговаривать, чтобы человек не понял, что это робот. Так, дальше. Можно ли передать ваш майнинг в свою подписную базу? Можно, но нет в этом никакого смысла, потому что суть майнинга в том, чтобы набрать новую базу. Ну да, какие-то интеграции с какими-то базами будем делать. Можете написать нам на e-mail, тут вот на слайде он есть, и в рабочем порядке сможем с вами обсудить. Возможно, там есть какие-то более интересные преимущества для вас, которые мы сможем дать при интеграции с этой базой. Так, покупка цифрового данника идет в маркетинг? В сеть? Да, идет. Там часть денег уходит в сеть, потому что он и продается через сеть. Как часто будет начисляться прибыль? Это я уже ответил. От покупки датамайнинга, маркетинг-плану, рефералка? Да, будет рефералка, естественно. В этом-то все и суть. Ну, благодарю, это не вопрос. Вас тоже благодарю. Да, Саша, там был вопрос такой. Будет ли этот Zoom, вот эта сейчас конференция на русском языке, либо на разные языки переведены? Коллеги, мы за эту неделю, вот которая идет за полторы, провели Zoom порядка на 10 стран уже, на разных языках. Поэтому, если вы зайдете на YouTube-канал NEMI, там есть записи практически о продукте датамайнинг, есть записи практически на всех языках. Сегодня в 17.00 мы будем проводить конференцию в 17.00 для страны Вьетнам. А еще на Вьетнамском. Переводом на Вьетнамском. 21.00 у нас будет конференция для Американтов в Америке на английском языке. Поэтому следите, пожалуйста, за информацией в чатах по расписанию. Так, спрашивают, нужно ли создавать аккаунт самостоятельно или мы создаем аккаунт. Но вообще мы рекомендуем вам самим создавать себе аккаунт или подключить действующий аккаунт, потому что это ваш аккаунт. И мы как бы, ну понимаете, за вас. Если к нам придет несколько тысяч человек, и каждому будем создавать аккаунт, это будет хаос. Поэтому это такое, знаете, средство индивидуального управления. И мне кажется, что было бы правильно, если бы человек сам. Это не очень сложно сделать. Если есть какие-то проблемы, то мы дадим бесплатные курсы. Вообще я рекомендую создать аккаунты во всех самых известных соцсетях, включая азиатские. Они там мультиязычные, то есть не нужно волноваться. Ну там только пара китайских соцсетей, только на китайском. А остальные все мультиязычные, в том числе на русском, на английском легко. Так что я рекомендую сделать везде. Это полезно вообще, неважно. Привязки к нам или без привязки это полезно, потому что человечество интегрируется друг с другом. И, конечно, иметь аккаунты во всех соцсетях для развития бизнеса не помешает. Так, начинается работа с LinkedIn, но мы в ближайшее время добавим еще Facebook. Мы сейчас над этим активно работаем в нашей лаборатории, поскольку это очень важная соцсеть. Русские соцсети тоже будут добавлены. Первым делом будет добавлено ВК в ближайшее время, но чуть позже, возможно, ОК, РУ тоже будет добавлено. Так, что еще? Целесообразно ли создать свою конференц-комнату? Это я не знаю, в чем суть вопроса. Наверное, целесообразно, если хотите. Так, реферальный LinkedIn. Реферальный линк, реферальная ссылка Академии. Нет, ребят, вот люди, кто в НЭМе, у вас своя реферальная система ссылок. Люди, кто у нас в личных кабинетах, кто через нас регистрируется, у них своя реферальная система ссылок. Поэтому люди могут. Если вы в НЭМе, приобретайте в кабинете НЭМе. Если вы работаете с нами, приобретайте через нашу реферальную систему. Чтобы не путать, и все-таки мы вебинар проводим преимущественно для сообщества НЭМе, давайте исходить из соображений, что 99% людей будет создавать все аккаунты в личных кабинетах НЭМе. А у нас немногочисленная аудитория, мы потом на своих отдельных вебинарах сами все расскажем нашей аудитории. Иначе сейчас путаница будет, непонятно в каком кабинете создавать. Создавайте все в кабинете НЭМе. Вот это мой совет, самый правильный. Так, ответил, ответил, ответил. Насчет записи не знаю, я не хост, но полагаю, что запись будет. Все, пока нет вопросов здесь. В комнате Q&A есть еще вопрос. Так, по желанию можно покупать датамайинг или это в обязательном порядке? Ну, разумеется, по желанию. То есть как можно заставить кого-то что-то сделать. Наша задача не в том, чтобы вы купили. Вы поймите одно, что вот эти 100 долларов, это же не наш заработок. Ну как, понятно, что это деньги, да? Но мы тратим такое же количество денег, чтобы вам настроить все эти аккаунты. Это просто компенсация наших затрат. Мы в ноль работаем. У нас не стоит задача, еще часть этих денег уходит в сеть, понимаете? Да, то есть там остается нам такое небольшое количество денег, которого едва хватает на то, чтобы покрыть затраты на настройку для вас. И понимаете, да, что на эти деньги мы постоянно будем создавать новые какие-то функции, а вы платите один раз. Поэтому в данном случае это не заработок для нас, это создание экосистемы. Но, разумеется, мы не можем вас заставить. Вы должны поверить в этот продукт. Вы должны гореть этим продуктом. Когда вы будете гореть этим продуктом, тогда вы поймете, что это не то, что там нужно, не нужно. Вы просто жить без этого не сможете. Когда вы это осознаете, тогда, естественно, этот вопрос будет снят. Но, разумеется, вы не обязаны это делать, это все по желанию. Так, это я ответил. Если нет больше вопросов, я пока не вижу больше вопросов. Если нет больше вопросов, тогда, наверное... Да, я тоже пока больше не вижу вопросов. Разрешу, наверное. Действительно, да. Копите вопросы, мы постоянно будем отвечать. Постоянно какие-то новые интересные мысли, опыт новый. Мы же постоянно развиваемся, новые функции появляются. И мы будем проводить еще огромное количество разных выступлений, вебинаров. Как в том числе будут, сейчас уже появляются видеозаписи по подключению датамайнинга, следите за нашими соцсетями. И потихоньку подключайтесь, я думаю, что будет интересно. Ну да, тем более вот у нас, как Борис, как работает с нами. То есть мы работаем сейчас в одной компании, да, всего 36 долларов. А Борис у нас как раз менеджер этого направления. Естественно, мы можем точно сказать, что у нас планируется отдельный централизованный вебинар Zoom-конференция по ответам на вопросы. Централизованный сразу же на несколько языков с синхронным переводом. По дате этого вебинара ответ на вопросы мы сообщим, конечно же, заранее. А, нет, это другой будет. 24 числа у нас обучение спикеров. Вопрос насчет того, будет ли двойник отсеивать ненужных людей. Ну, что вкладывать в понятие ненужное. В принципе, смотрите, вы изначально задаете таргетинг. То есть вы говорите, кого искать. Естественно, он не ищет тех, кто вам не нужен. Если вам с той стороны попадается ненужный человек, но это выясняется только в процессе общения. Как понять, нужен человек или нет, пока вы с ним не поговорите. Если человек категорически не настроен на общение, ну, не хочет, не может и всячески это показывает, мы его не трогаем. То есть цифровой двойник с ним поговорит и оставит его. Возможно, в будущем мы вернемся к этому человеку уже с новыми предложениями других продуктов. Но мы не будем человека долбить «нет, купи», если он говорит «нет». Потому что, ну, это плохо и нам технически нет смысла. Вот у нас будет несколько миллиардов пользователей потенциальных. Зачем нам какой-то один человек, если он говорит «нет», когда мы можем просто не терять время и переходить к следующему. Так, кто раньше приснился, кто того к преимуществу. Смотрите, ключевое преимущество в том, что количество майнеров тоже будет ограничено. Мы не можем до бесконечности раздувать базу майнеров. Почему? Потому что количество людей на Земле ограничено. И когда мы добавим большинство человечества, то получается, что в пересчете на одного майнера, чем больше майнеров, тем меньше людей у него в друзьях. Ну, либо нужно добавлять одних и тех же, что там один человек будет в друзьях у десяти разных людей. Тогда вопрос, от какого человека конкретно этот человек, если купит, кому придет прибыль, понимаете. Поэтому тонкий момент. Мы будем стараться, чтобы база была уникальной. И поэтому первые майнеры, они получат самую большую базу. Чем позже человек присоединится, тем меньшее количество потенциальной аудитории он сможет заработать. Но это, разумеется, чуть позже мы просто ограничим. То есть физически нельзя будет стать майнером, пока кто-то не выпадет. Ну, понятно, что это же добровольная вещь. Какой-то майнер, допустим, захочет выйти и так далее. И в этом смысле вакансия освободится. И можно... И плюс к этому, я просто сейчас добавлю, плюс к этому, да. Естественно, те, кто раньше подключаются, они, естественно, имеют преимущество по времени. Потому что те, кто раньше подключаются, у них просто база, друзья, сформируется быстрее, чем у тех, кто подключится позже. Значит, по поводу языка вопрос. Ну, смотрите, естественно, вы можете контактировать с аудиторией на других языках. То есть вы просто выбираете язык, и скрипты могут подстраиваться под вас. Но вы понимаете, да, что когда человек вам начнет отвечать на другом языке, то что вы с ним будете делать? Поэтому цифровой двойник, он только разгоняет на данном этапе воронку продаж. Он не закрывает сделку. Сделку закрывает человек. Поэтому, если вы не умеете разговаривать на китайском, то не общайтесь с китайцами на китайском, иначе это будет катастрофа. Так, что делать, если у аккаунта будет достигнут лимит? Ничего не делать. Вот в этом-то и вся и суть. Что как только будет достигнут лимит, дальше два варианта развития событий. Либо часть аккаунтов нужно удалять. Ну, например, они там сами отписываются. Такое, знаете, люди удаляют там аккаунты, соцсети и так далее. Либо нужно подключать. Я поэтому и сказал, чем больше аккаунтов вы подключите, тем больше вот эта проблема лимита будет снята. В идеале серьезные майнеры будут иметь базу порядка 100 тысяч друзей потенциально. Может быть, кто-то и больше. Вот у меня сейчас порядка 40 тысяч друзей, значит, если все мои соцсети соединить. Это, кстати, немного. То есть я активно не майнил просто по той причине, что не было такой необходимости. Мы сейчас в сеть начнем формировать, и я как майнер тоже добавлюсь, потому что я хочу добить свою капитализацию до 100 тысяч пользователей. И всем рекомендую, я думаю, что у каждого человека есть 3-4 соцсети своих личных, и плюс там пара-тройка соцсетей ближайшего окружения. Вот если вы все это подключите, у вас будет база в районе 50-100 тысяч пользователей. Для начала достаточно 100 тысяч человек. Покажите мне человека, у которого база вот так вот на улице, 100 тысяч пользователей. Не у каждого. Это не какие-то люди, это конкретная аудитория, которая вам намайнит ваш модуль датамайнинга. Что, Дима? Канал YouTube нужен или нет? YouTube не является соцсетью. Я не перейдущу к этому вопросу. Смотрите, YouTube в каком-то смысле соцсеть, да, там есть лайки, репосты, но она такая же соцсеть, как и Twitter, как и Instagram. То есть это соцсеть без механики добавить друзья. Хотя в YouTube есть какие-то там персональные страницы, даже модуль переписки, но им никто не пользуется. Я думаю, Google со временем его уберет, потому что у Google было несколько попыток сделать соцсеть. Вы помните, все прекрасно, Google+, была такая соцсеть, там что-то 100 миллионов человек было, по-моему. Но они закрыли этот проект, потому что есть Facebook, и никто не пользуется Google+, все пользуются Facebook. Я думаю, что мы найдем, вот я уже говорил в начале нашей беседы, что YouTube, WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, ну, YouTube, я сейчас не говорю, что это мессенджер, да, но вот все, так сказать, не классические соцсети, Instagram, YouTube, Telegram, WeChat, WhatsApp, это все огромные базы пользователей. И мы сейчас думаем над тем, как оттуда научиться получать аудиторию. Как только мы придумаем решения, мы их тоже включим в экосистему датамайнинга. Вообще логика датамайнинга в том, что вот вы один раз подключаетесь, а дальше все остальные функции вам все время добавляются. То есть мы постоянно добавляем новые функции, которые вам приносят больше возможностей. Так, здесь вопросы исчерпались, здесь какие-то есть вопросы. Так, ребята, молодцы, спасибо, спасибо, успехов вам тоже. Так, достигнут лимит, ответил, поможет вам, Господь, спасибо большое. Тариф указан только за регистрацию в вашем КА. Это я не понимаю вопрос. Тариф указан за подключение вас к этой экосистеме. Так, ВК иногда блокирует аккаунт по подождению как быть. Смотрите, на самом деле соцсеть в любом случае может приостановить ваш аккаунт. Неважно, есть у вас там цифровые двойники, нет цифровых двойников. Это связано с тем, что соцсети очень подозрительны. И если вы действуете неаккуратно, то соцсеть может приостановить доступ к вашему аккаунту. Мы, в свою очередь, действуем очень аккуратно. И наша задача не в том, чтобы вас заблокировали, в чем суть развития бизнеса. Наша задача, чтобы вас не заблокировали. Но если что-то случится с вашим аккаунтом, например, соцсеть там как-то его приостановит, это абсолютно нормально. У меня лично иногда приостанавливают соцсети аккаунты, а потом возобновляют их работу, причем очень быстро. Ключевое, что нужно соцсети, это чтобы вы доказали, что вы живой человек. Как только вы докажете, что вы живой человек, я сейчас говорю не про дата-майн, а вообще, вот если вас соцсеть в том или ином виде заблокировала или там заморозила ваш аккаунт, как только вы предъявите, что вы живой человек, она сразу вас разморозит. Потому что живой человек на то и живой человек. Что, извините, друзей нельзя добавлять? Или, может быть, писать людям нельзя? Зачем нужна соцсеть? Если я ничего не делаю, только деньги вам плати. Ну а смысл тогда в этом? То есть все-таки я что-то же буду делать, если я туда пришел. Вот поэтому логика в том, что не нужно волноваться. Риск того, что соцсеть что-то не понравится ей, а он в любом случае существует. Вы на улицу вышли, есть шанс, что там машина вас забьет. Но это же не значит, что не нужно выходить. То есть это форс-мажорные риски. Все просто на самом деле. Там вот наши люди, кто сейчас тестом начинает заниматься по LinkedIn. Я читал. Ну да, да, да. То есть там все просто. Вы просто присылаете свой паспорт и вам разблокируют. Там просто был вопрос в нашем сообществе, что мы еще датамоник не запустили. Там человек тестировал LinkedIn, и LinkedIn временно приостановил аккаунт. И после предъявления паспорта это не связано с нашими сервисами. Просто связано с тем, что человек начал работать с LinkedIn. Заметьте, вот пример вам. Человек начал работать с LinkedIn, а LinkedIn его взял и заблокировал. Это вообще не связано с нами. Просто сам факт. Почему? Ну потому что там администрация новая в LinkedIn. Там Microsoft его купил, и у них там свои политики. Как только предъявил человек документ, сразу его LinkedIn разблокировал. И на этом все закончилось. То есть волноваться не нужно. Нужно просто спокойно по инструкции действовать. Все инструкции мы дадим. Так, с этим все. Ну все, наверное, тогда будем заканчивать. Почти два часа вещаем. Спасибо большое всем. Очень рад знакомству с новыми людьми. Приветствую тех, кто меня знает. И до скорых встреч. Спасибо большое, Борис. Спасибо большое. Да, благодарю. Благодарю вас, Александр. Благодарю, Дмитрий. Очень информативно. Благодарю также всех участников, кто смог присоединиться с разных точек, с разных регионов. Действительно, следите за информацией, за чатами. И тогда наши вебинары появляются очень резко, когда появляется возможность выступить. Потому что действительно плотный график, вы знаете, у всех. Так что, ребят, благодарим. Запись будет. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо еще раз. До свидания. Всего доброго. Спасибо.